И снова привет, детишки! В выпуске про русскую озвучку Dark Souls в комментариях очень часто звучала такая мысль, что где, как я вообще могу называть озвучку Геральта от Кузнецова-Хорош, если он испоганил образ ведьмака? Фраза эта звучала настолько часто, при том в форме упрёка, что я решил сделать отдельный ролик по этому поводу, коротенький, и рассказать, как я вижу эту ситуацию. Собственно, вижу я эту ситуацию очень странно. Я специально в начале ролика сказал про субъективные мнения, как касаемо озвучки, так касаемо вообще всего, да и как-то нигде королём объективности себя не нарекал. Однако, судя по комментариям, права на мнение имеют только комментирующие. Да, меня уже успели упрекнуть в двойных стандартах и лицемерии. Как так? К одним и тем же аспектам в озвучке Dark Souls ведьмака я отношусь по-разному? Ну, как бы да, по-разному. И да, это двойные стандарты, я вот никогда не делаю работу задарма. Но если меня попросит друг или мама, я что, с них деньги брать буду? Нет, потому что для своих у меня другие правила. Это тоже двойные стандарты. Кстати, когда вы смотрите ролик до конца и потом пишете про зря потраченный час жизни, это тоже частично двойные стандарты, хотя уже в меньшей степени, в большей степени всё-таки ваша глупость. Так что успокойтесь, это всего лишь страшная штука под названием личное субъективное мнение. Потому что, по-хорошему, вообще всю русскую озвучку того же Dark Souls можно сразу заворачивать и выкидывать на помойку. К уровню оригинала не приблизился никто, понимаете? Я ещё смягчил. Кстати, раз уж я заговорил об оригинале, не могу не упомянуть, как меня порадовали рассуждения о том, что оригинальная японская озвучка на самом-то деле лучше. Особенно от тех, кто сам её слышал. Ребят, я вас умоляю, покажите мне хотя бы один пример японской озвучки в Dark Souls 3. Потому что из того, что мне известно, её не существует. Японская версия вышла с английской озвучкой. Впрочем, тут я могу ошибаться. В первой игре в файлах иногда попадались примеры японской озвучки, но они совершенно не попадали в голос оригинального персонажа. Про атмосферу я аж вообще молчу. И сделаны были скорее для теста. Например, Сигмайер пищал как оперный фальцет. Ну да ладно, давайте поговорим об озвучке Ведьмака. Тут самое время написать, видео начинается с такой-то минуты. Да, баран, это я тебе. Не забудь написать ещё и о том, что я вор, ведь я спёр эту фразу ласы. Итак, о Ведьмаке Кузнецова. Отталкиваясь от того, что я сказал ранее, я считаю озвучку от Кузнецова очень хорошей. Да, ребят, я в курсе, что существует богоподобный стоп-гейм с непогрешимой рубрикой трудностей перевода, являющейся для вас истиной в последней инстанции. Дорогие свидетели стоп-гейма, хватит мне предъявлять это как аргумент. Я смотрел этот ролик, по-моему, ещё до того, как свой канал создал. И таки да, я согласен, что характер Геральта изменён посредством голоса. Только дело не в эмоциональности. Почему все считают, что Ведьмак не умеет испытывать эмоции так же, как человек? Ребят, не путайте его со звероломой вселенной Демоника, у которой эмоции атрофируются именно на уровне мозга. Ведьмаки малоэмоциональны не из-за мутации, из-за суровой школы жизни, настолько суровой, что выживают пары из десяти. Сначала мутации, потом испытания не менее смертельные, заметьте. А потом первый год жизни, который, как правило, заканчивается в болоте под лапой какой-нибудь гадости. Чтобы делать суровых монстробоев, их надо сурово воспитывать. Вот и весь секрет. А отговорки вроде мутации сродни отговорке про кодекс Ведьмака, которого, кстати, тоже не существует, если вы вдруг не знали. Как это соотносится с озвучкой? Ну, на самом деле, почти никак. Геральт вполне может испытывать эмоции. Испытывал же злость тот же Ламберт в квесте в Новиграде, а Эскель – радость в Кайрморхене. Особенно, когда они все надрались, полюбуйтесь на то, как они безэмоциональны. Но всё же да, Геральт, он суховат. Получается странная вещь. Владимир Зайцев, озвучивавший Геральта в первой игре, больше попадал в характер Ведьмака, чем Кузнецов в остальных частях. В то время как голос Кузнецов вроде как больше подходит Геральту из-за более низкого тембра, или как это правильно называется, ниже он, короче. Когда я говорю «попадал в характер», я имею в виду, что звукорежиссёр постарался наравне с актёром. Получилось странно, учитывая, что с точки зрения постановки речи озвучка первого Ведьмака довольно посредственна. Зато в последующих играх звукорежиссёр действительно решил дать вольную, уж не знаю, на чём это основывалось, и он пустил нового в кавычках Геральта. Только надо же понимать, что даже если бы Кузнецов озвучил Ведьмака более сухо, как полагается, он всё равно бы читал текст, который ему перевели. То есть это заслуга не только звукорежа, это команда изначально так решила, что теперь Геральт будет вот таким. Странное решение, согласен. Что же получается? Что озвучка Геральта во втором и третьем Ведьмаках плоха? С точки зрения лора и сопряжения с характерами, на что я давил в анализе озвучки Dark Souls 3, да, это провал. Однако, то ли харизма Кузнецова, то ли очень неплохой перевод текста, то ли всё вместе сразу создали отличную, на мой взгляд, альтернативу к нижному Геральту, более сухому и менее эмоциональному. Так что да, я считаю озвучку третьего Ведьмака шикарной, за исключением, сами знаете, каких моментов. Даже несмотря на отход от каноничной конвой, даже несмотря на то, что я сам ярый фанат Ведьмака и его канона, да. Как же в тебе уживаются две противоположных мысли, гнусный ты лицемер! Да легко. Есть объективные стандарты, под которые Ведьмак не попал, да. А есть субъективные. Кричите же вы, что вам озвучка Dark Souls 3 понравилась, а те, кому нет, просто зажрались. Хотя объективно на дрянь. И что? И ничего. У вас в своём мнении, хоть вы и не умеете его культурно выражать, селепсисты вы мои. Ну а надругательство над каноном для третьего Ведьмака, в принципе, уже вошло в норму, чего уж там. Это и отсутствие шрамов у Трис, и какой-то мелковатый шрам у Цири, дабы, как в случае с Меригвальд, подчеркнуть её красоту. И ещё с небольшой мешочек таких вот мелочей можно накопать, а потом крикнуть, да ну нафиг эту игру, и гордо пропустить шикарный проект. Кстати, хвалёная оригинальная озвучка, та, что английская, на деле оказалась скучной и неинтересной. Польская уже лучше, да. Ну и там тоже есть к чему придраться, я уверен в этом, потому что идеала дико трудно достичь. К слову, Сапковский сам уже свой канон по ветру пустил, в буквальном смысле, учитывая название новой книги, в которой путаются некоторые факты. Поэтому я, конечно, совсем не за то, чтобы стирать канон в пыль, вовсе нет. Но лично мне озвучка Кузнецова не мешает наслаждаться игрой и миром. Может, просто потому, что нужно относиться к таким вещам проще? Хотя, вот это из моих уст уже настоящая рецемерия, не я ли давеча орал на озвучку Dark Souls 3? Да, такое вот дело. На самом деле, канон — это замечательно, но он не должен мешать вам получать удовольствие от игры. Нравится вам русская озвучка от Games Voice, играйте с ней, особенно если вам на канон и лор плевать. Это же игра, не более того. Вас тошнит от озвучки Всеволода Кузнецова, Ведьмаке? Бога ради, ставьте польскую, английскую, вьетнамскую, любую. Главное, не опускайтесь до того, чтобы играть в то, что вам не нравится, лишь за тем, чтобы потом прийти в комменты и сказать, какая же это гадость, ваша заливная рыба. Иногда так приходится делать мне. Но, во-первых, я научился получать удовольствие от процесса, ведь даже в самые заскорузлые Андромедии можно найти что-то хорошее. Во-вторых, ребят, это моя работа — делать интересный контент для вас. Так что все предели, все довольны. Вот так вот, будьте терпимее и добрее друг к другу. А то всех керам перебаню. До встречи, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok